Международным днём блогера воспользовались сегодня на Авторадио, чтобы поговорить о блогинге, как о серьёзной профессии. У гостей студии Натальи Шлеменковой сначала было, как у всех, обычное размещение фотографий в социальной сети. Но потом этот процесс увлёк её настолько, что даже появился смысл оставить стабильное место работы. Когда мои горизонты стали шире, когда мы два раза в год получалось ездить в тропические страны, красота, хотелось людям рассказать. Ну, люди не все путешествуют, ведь правда. У меня тогда появилась идея сделать отдельный блог, вывести отдельно эту тему в блог о путешествиях. Вот тогда, наверное, это уже началось блогерство. Сегодня Наталья развивает сразу несколько аккаунтов на самые разные темы. Фитнес, тревел, бьюти, спорт, путешествия, красота. В личном аккаунте у Натальи довольно солидное количество подписчиков. Без малого 24 тысячи человек, причём реальных. Накрутки – это не в стиле Натальи. Сейчас мой личный блог именно об этом, да, показывает на своём примере, что не нужно опускать руки. В каком бы состоянии вы сейчас не были полненькая, худенькая, больная, здоровая, в любом случае, спорт, фитнес, ну, конечно, со своими там нюансами, да, он показан всем. Будучи тренером по фитнесу и добившись в спортивном преображении себя отличных результатов, в блогерстве Наталья реализует свою миссию и стремится на собственном примере показать, что и в возрасте, а она не скрывает свои 55, и наличие замечательных внуков можно достичь наилучшей версии себя. Самое важное – вы должны быть честны со своими подписчиками и интересны своим подписчикам. Не просто выложить, сфотографировать селфи, да, и отправить, выложить, а вы должны быть полезны, да, то есть вы должны рассказать и рассказывать то, что человек мог бы применить для себя. Гостья студии также ответила на вопросы о том, как справиться с критиками-хейтерами и, главное, как заработать на этом самом блогерстве. Эти подробности доступны для просмотра в полной записи эфира с Натальей Шлеменковой на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21.